приветствую вас давайте разберем ваш вопрос встречаемся как полгода у мужчины началась депрессия о чем он сразу предупредил все такое бывает и на фоне этого он ничего не хочет хочет понять себя и говорит что хочет разобраться в отношениях не понимает то ли чувства угасли то ли чувства угасли то ли на фоне депрессии непонимания себя такое состояние я предложила не общаться какой-то период чтобы смог понять и разобраться совсем сначала он не соглашался вообще прекращать общение но потом согласился правильно ли я поступила что совсем оставила его я его люблю и понимаю и скучаю но мне также важно чтобы инициатива была нанима сроки не общения мы не оговаривали я лишь сказал что если поймешь что нужно вернем общение сколько нормально может длиться такой перерыв у меня уже возникают мысли о нем и начинает тянуть беспокойство тоже какое-то появляется как он там у меня к нему здоровые чувства находясь бы лучше понять мужскую психологию в такой перерыв чего можно ждать тут скандалов никогда не было были теплые отношения и много внимания с его стороны но вот эта депрессия на фоне финансовая как это страх обзагнула его в состоянии что он не может понять это из-за депрессии или просто прошли чувства нормально ли что в период депрессии мужчина не может понять твои чувства ко мне ну во первых что мы здесь называем депрессии давайте так то есть что мы считаем и что мы называем депрессии депрессия депрессия это диагноз вообще-то это диагноз это болезнь которую нужно лечить лечить ну в целом как вам и сказал в принципе мой коллега Кутрищев Игорь Леонидович если это депрессия депрессия то сама по себе сама по себе она не пройдет сама по себе она не исчезнет вот и соответственно длиться это может сколь угодно долго мне кажется что ключевой момент здесь заключается в том что вот вы вроде бы говорите что хотите чтобы инициатива была на мужчине я вас понимаю с этой позиции с позиции что вам нужно вы хотите чтобы инициатива была на мужчине с этой позиции вы поступили в общем верно вы поступили верно именно 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 из позиции что вам нужно что а чтобы инициатива была на человеке вы поступили так защищая свои интересы и это адекватно то что вы вот свои интересы защищать но то что то что вы беспокоитесь о нем то что вы хотите узнать как 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 он там и так далее говорит о том что возможно вы бы и сами были не прочь проявлять инициативу но но как будто вы вы себя стопорите как будто вы себя останавливаете как будто вы вы боитесь что ли инициативу проявлять инициативу такое часто бывает когда человек в себе несколько не уверен когда человек в себе сомневается и хочет подтверждение о другом что он важен поэтому тут мне кажется ваша задача заключается в том чтобы вы развивать в себе чувствительность чувствительность к желанию возможности для себя инициативу проявлять то есть ну вот захотели проявили инициативу не доходили не проявили инициативу то есть чтобы это было ну вот вот так чтобы это было легко я бы сказал я бы сказал однажды это сейчас по моим ощущениям как будто бы тяжело то есть вы как будто бы думаете что ну вот я сейчас инициативу проявлю к нему к нему а потом наверно до весьма буду это делать все время но вот если вас беспокоят примерно примерно такого рода мысли то это иллюзия это не так это не так не обязаны вы проявлять инициативу там и тогда когда вы этого не хотите поэтому я бы вам вот предложил бы обратить внимание на эти факторы на эти факторы вот если я сейчас проявлю инициативу ну какие будут последствия я вот общение прервовал да ну сказал разберемся себе будем общаться и засомневалась, а правильно ли я поступил. А откуда сомнения? Это страх потерять человека у вас? Или это вследствие того, что вы поступили как-то, ну, не в соответствии со своими ценностями. Вот. О чем здесь идет речь? Потому что если это страх потерять человека, то поступили вы в целом для себя верно. В целом. В целом для себя. Но со страхом нужно работать. Потому что страх может диктовать вам модель поведения, ну, скажем так, несколько деструктивную модель поведения. если вы поступили не в соответствии со своими ценностями, например, да, ну, допустим, если вы поступили не в соответствии со своими ценностями, то здесь нужно развивать чувствительность, чтобы воспринимать больше возможностей для себя к этому прислушиваться. Вот. Сейчас, сейчас, такой возможности, понятно. Понятное дело, у вас как бы нет. Вот вы говорите, что вы чувствуете беспокойство о нем. А правда ли это беспокойство о нем? Или, может быть, это не только о нем беспокойство? То есть не может ли быть такого, что не только о нем вы беспокоитесь, но еще беспокойтесь о себе? Чтобы не завершилось что-то, что стало вам нужным, дорогим, ценным, важным, вы говорите, что скучаете по человеку. Вот. Скажите, пожалуйста, что вы имеете в виду, говоря, что вы скучаете? Я не к тому, что вы не должны скучать, нет. я ни в коем случае не об этом. Я о том, что составляет вашу скуку, что наполняет вашу скуку. вот это для меня на данный момент кажется очень серьезным аспектом. об этом я и предлагаю вам подумать. И, возможно, даже сделать предметом для консультации с психологом. Я думаю, что каждому человеку как-то хотелось бы, наверное, чтобы тяжелую для него минуту, тяжелое для него время кто-то был рядом с ним, чтобы он не был один. Я думаю, что каждому из нас этого бы хотелось. Вопрос заключается немножечко в другом. Вопрос заключается в том, а вы-то вы-то сами этого хотите? То есть вы правда хотите человека поддерживать? Или может быть речь идет немножечко о другом? Понимаете, вот это важно преследовать? Потому что если вы себя обманываете, то ничего хорошего не получится. здесь максимально нужно быть честным. Ну, естественно, все по желанию в этом смысле. То есть вот как вы хотите да? То есть заставлять себя а вас никто не собирается. А может быть вам и не хочется его поддерживать вовсе? Может быть хочется вам как-то ну не знаю о себе подумать. то есть хочется как-то о себе позабочиться хочется. Если это если это так если вам хочется позабочиться о себе то лучше заботьтесь о себе. Не нужно делать это за счет другого человека. Вы довольно быстро разочаруетесь в данной модели поведения. Вот то что я бы хотел вам сказать вот то что я бы хотел вам с точки зрения психологии сейчас ответить. Да, ситуация неприятная. Да, ситуация безусловно крайне нежелательная. Вот это правда. лучше лучше бы лучше бы если бы этой ситуации не было. Но пусть для вас это будет некий способ себя исследовать, себя изучить. Пусть для вас это будет возможность проверить себя. Точнее даже не проверить, а просто лучше себя понять. Без оценок, без суждений или о суждений. То есть просто вот просто понять. Какая я? Я какая? Вот сама по себе я какая. Действительно ли мне так важна инициатива. Или в определенный момент я могу поступать сама, проявлять инициативу сама. Хочу ее проявлять сама. Вот когда я беспокоюсь о человеке. Я боюсь остаться одна, или я правда о нем успокоюсь. Правда я хочу как-то вот о нем позаботиться, например. И так далее. мне кажется, как мне кажется, вам важно на все эти вопросы для себя ответить. Возможно, лучше поможет в этом вам психолог. не А уже потом, когда вы себе разберетесь, можете и в принципе отношения выстраивать. легко и спокойно именно так, как вам того хочется. Не думая о том, правильно вы поступили или нет. в отношениях мы не поступаем правильно или неправильно. В отношениях мы поступаем правильно Например, так как велит нам наше сердце в отношениях мы поступаем так, как чувствуем приносит тебя. Не всегда это просто, не всегда просто признавать, что мы такие, а не другие. То есть нам хочется-то часто быть лучше, как нам кажется, чем мы есть, но правда в том, что мы такие, какие мы есть. И вы можете принимать себя такой, какая вы есть. И бороться тогда. Вот. Бороться с собой, со своими желаниями, со своими потребностями, ради некоторого, так скажем, образа. Ради образа, который вы себе сами, например, придумали. Вот. Взяли и придумали себе образ. Комфортно вам в нем. Хорошо вам в нем. Это уже не столь важно. Главное, что образ придумали. Вот мне и кажется сейчас, что вы как-то вот не можете, что ли, отказаться от образа, который к вам как-бы прилип, к образу женщины, например, которую нужно обязательно завоевывать. Понимаете? Да. Вот. Такой момент. На этом, пожалуй, все, что я хотел бы вам сказать. Я надеюсь, что вам это было интересно, полезно. А вот. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Обращайтесь за помощью. И буду благодарен вам за обрядную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Удачи. Удачи.